Здравствуйте! Общеизвестно, что осень – время сбора урожая. Но в свободные минуты, в редкие свободные минуты, я бы сказала, это время наслаждаться своим садом. Несмотря на то, что осень – время увядания, сад еще готов нас радовать. И не только радовать, но и приносить пользу. О лекарственных растениях в нашем саду сегодня мы решили узнать у Валентины Петровны Шаповаловой. Здравствуйте, Валентина Петровна! Здравствуйте! Есть ли в вашем саду растения, которые лечат? Очень много. Очень много? Да. Знакомьте нас. Вот, например, кровохлебка. Очень такое известное растение, очень полезное. Используется в медицине корневище. Полностью все корневище выкапывают после цветения. А вот это уже она цветла? Это вот такие отсветшие, но очень красиво цветет такими сиреневыми. Ну и метелочки, кстати, эти тоже неплохо смотрятся. Кровохлебка, она восстанавливает крововосстанавливающие и противовоспалительные. От всех воспалительных процессов помогает. Вообще в народе считается, что все болезни можно лечить кровохлебкой. Все болезни? Да, так и написано. В таком случае надо посадить сразу несколько кустиков. А у меня несколько. Несколько, да? Потому что жалко выкапывать все-таки такую красоту. Очень красиво цвела, такие сиреневые хорошие. Так колыхались на ветерке. Чем еще удивительно нас, Валентина Петровна? Вот рядышком растет буквица. Давайте посмотрим. Тоже лечебная. То есть и цветок, она цветет или это листья просто красивые? Она цветет. У нее и красивый очень лист. Сейчас осень, он уже, конечно, потерял свое. Он с выработкой очень глубокой. Используется, да, для лечения используется трава во время цветения. Вот листики и столбики эти от листиков. Значит, от воспаления почек, мочевого пузыря и вообще всего кишечного тракта от воспаления. Очень хорошая трава и во время цветения и цветочные стрелки. Но использовать ее можно и в сушеном виде? Наверное, можно, конечно. Конечно, любую же траву можно сушить. То есть присмотритесь повнимательнее к своим растениям. И, возможно, вы найдете одно из лекарственных растений у себя на участке. А это растение мне знакомое. Я все время его завариваю в чай. Это тимьян пазучий. Полезное? Очень. Или, как называют, еще богородская трава. Даже здесь чувствуется его аромат. Хотя он такой маленький, но издает такой сильный аромат. Во время цветения нужно обрезать. Во время цветения. Сами цветочки. И цветочки, и листочки. Очень хорошо от кашля. От кашля. И если у маленьких детей золотуха, то в ванночке. Купать? Да, купать. Вот в настое настаивать. В ванночку добавлять. И купать детей. Очень помогает от золотухи. Ну, вообще от кашля. Насушена зимой. Я только им пользуюсь всегда. А я хочу сказать, что уже проверено мною, что очень поднимает настроение. Этот замечательный тимьян. Прекрасный чай. И прекрасное настроение после него. Очень красивое растение. Такое оно не мешает. Низенько не подвязывать ничего не надо. Ну, кстати, да. Не стоит забывать о том, что это действительно украшение для сада. Вот знакомое мне растение, безвременник. Неужели оно тоже полезное? У него луковица. Луковица полезная? Луковица. Ее даже в промышленности, в промышленной медицине используют против онкологии. О, какой полезный цветок-то оказывается. Рака кожи. Удивительно. Луковицу нужно брать до цветения, выкапывать. И в обычном быту тоже можно пользоваться? Нет, она очень ядовитая. В обычном нельзя. Только любоваться. Это серьезное растение. И вообще, ядовитое растение, надо с ними аккуратнее. Не надо. Это промышленность. Выращивают специально и делают препараты, которые лечат рак кожи. А так вот такая красота. Когда сажаем, когда ухаживаем, то есть тут-то мы... Он безвреден? Безвреден, конечно, да. Безвреден, да. Если в доме есть маленькие дети, то не страшно, если они сорвут этот цветок. Цветок, он вообще безвредный. Безвредный. Луковица только, да. Луковица. Только луковица. А это лобазник рядышком. Вот лобазник. Он очень красиво цветет. Такими красивыми, как жемчужинки розовые, выпускает стрелочку высокую. Но это лобазник, это значит природный аспирин. И как его очень интересно. Да, в нем вообще ацетиловая кислота. И он жаропонижающий, мочегонный, патогонный. Это вот просто к таблетку аспирина выпил и все. То есть можно в чай заваривать? Да, да. Замечательно. Это природный аспирин. Ну, как в природе дикий, он таволга. Таволга, да. Беленькая такая, по дорогам около речек растет. А это вот такое культуренное. Но это все такое лечебное. Вот еще одно редкое растение, называется шлемник. И вот в косметологии крем, из него изготавливают крем для лица, чтобы у женщин не было морщин. Спасибо огромное, Валентина Петровна. Пожалуйста. В ближайшие выходные отправляюсь к себе на дачу искать полезное растение. И всем советую. Субтитры подогнал «Симон»!